К новостям спорта. Пандемия внесла коррективы во многие сферы жизни города, в том числе и в этом. В связи с закрытием залов приходилось тренироваться в домашних условиях, что не могло не сказаться на физической форме спортсменов. А с сентября официально снятые ограничения позволили им вернуться в залы. Лапытнанским борцам приходится тренироваться с большей отдачей. Скоро окружные соревнования. Дмитрий Мавдрик расскажет подробнее. Здравствуйте, уважаемые борцы. Сегодня у нас скоростно-силовая тренировка. Для лапытнанских борцов слова, которые не ждали еще с марта в связи с пандемией. Парни были вынуждены тренироваться в домашних условиях. Во время пандемии ребятам отправлялись в упражнения, которые им необходимо было выполнять дома. Я им раздавал также инвентарь, борцовскую жгут, резина, блины. Я разного веса раздавал, чтобы они дома выполняли упражнения, которые я им расписывал. Для спортсмена в период пандемии оказался сложным этапом, но куда сложнее вернуться в ритм тренировок. Да, вливаться было очень сложно. Я как-то стараюсь совмещать это с учебой и еще тренировки каждый день. Но это очень сложно. Сейчас в школе больше намного нагрузки, потому что нужно задавать экзамены с прошлого года. И потом уже еще выкладываться на 100% тренировках. Но я постараюсь справиться с этим нагрузкой. Для парней сейчас наступает непростое время. Уже через неделю им нужно отправляться на открытый региональный турнир, где предстоит оставить честь города. А значит, тренировки станут еще напряженнее. Главный вопрос – каковы шансы на призовые места спортсменов? Все в одинаковых условиях. Турнир региональный, то есть наш, ямальский. И как бы все были в одинаковых условиях тренировочных. Поэтому поедем, а там ковер покажет, только куступим. Парням остается пожелать удачи. И важная информация для тех, кому интересна греко-римская борьба. Начался набор в дошкольную группу детей от 5 лет. Все вопросы можете задать тренеру Эдику Сагателяну по номеру 8-922-096-02-30. Дмитрий Мавдрик, Григорий Волков. Программа «Времестное». Продолжение следует...